Дорожное движение В студии работает Антон Васильев В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации Итак, в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю Большие грузы на дороге Что делать, если сбил животное на дороге? Кто в этом виноват? Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Повторение «Мать учения» Правила дорожного движения в нашей студии проверит журналист Альберт Капрынов А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю На автомобильных дорогах республики с 25 по 31 июля Произошло 19 дорожно-транспортных происшествий В которых пострадало 26 человек Один из которых погибший Так, 30 июля около 7 часов утра В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том Что на 24-м километре Намского тракта Произошло ДТП В котором погиб 17-летний подросток Более подробно об этом страшном происшествии Сегодня нам расскажет Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения Владимир Ощепков Владимир, здравствуйте День доброго Хотелось бы узнать обстоятельства этого страшного ДТП Одно из обстоятельств данного ДТП Можно сказать, это уже, опять же, несоблюдение правил дорожного движения Таких, как безопасная скорость движения Ну и также выезд на полосу для встречного движения В нарушении разметки на проезжей части Ну и, конечно, хотелось бы отметить то, что В данном ДТП подросток находился у нас на переднем пассажирском сидении Ну, опять же, это будет выяснять следствие Как он был пристегнут и так далее Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло несколькими днями ранее С участием, опять же, подростка На улице Автодорожная произошло ДТП с пострадавшими Два молодых человека, 22 и 19 лет А также 16-летний подросток Были госпитализированы в травматологическое отделение Республиканской больницы номер 2 С различными травмами По данным факту ДТП предварительно у нас было установлено, что 29-летний водитель транспортного средства Тойота Камбри в нарушении правил дорожного движения Опять же, пересекал двойную сплошную В принципе, если бы водитель соблюдал бы правила дорожного движения В принципе, выехал бы направо, ну, либо налево, да Опять же, не нарушая правила дорожного движения В принципе, данного ДТП можно было бы и избежать Мы знаем, что до середины августа в республике пройдет кампания По профилактике ДТП среди несовершеннолетних Расскажите, пожалуйста, об этом Ну, и данная социальная кампания у нас предназначена для информирования Большего количества людей в целях профилактики детского ДТП Ну, и опять же, чтобы родители соблюдали правила Дорожного движения, ну, и, в принципе, своим правильным примером показывали Как нужно соблюдать, ну, и вести себя на дороге В ходе данного мероприятия у нас в городе на трех площадях Такие, как Комсомольская площадь, площадь Роженкидзе Ну, и на Московском сквере у нас проводилась данная социальная кампания Совместно с Министерством молодежи и социальной коммуникации Где у нас ребята-волонтеры помогали нам Ну, и, соответственно, также рассказывали детям И в особенности родителям о правилах соблюдения безопасности дорожного движения Ну, и опять же, они раздавали не только флеера Ну, и также они раздавали маленькие подарочки в виде брелков Со световозвращающим элементом Спасибо, Владимир, благодарим вас за информацию, а мы продолжаем Ежегодно в нашей республике и в стране в целом Тысячи животных оказываются под колесами В крупных городах сбивают в основном домашних животных Собаки, кошек В сельской местности жертвами автомобиля становятся овцы, козы, коровы и лошади А на загородных трассах под колеса попадают дикие животные Считается ли наезд на животное дорожно-транспортным происшествием И кто в этом виноват С этими нюансами разбиралась наш корреспондент Ларина Сукуева Согласно ПДД, животных можно квалифицировать на 4 категории Домашние, бездомные, дикие и гужевой транспорт В случае с бездомными животными факта ДТП не будет Поскольку отсутствует хозяин, владелец животного Соответственно, ущерб никому не нанесен Ущерб может быть нанесен только самому транспортному средству Но, опять же, взыскивать несколько Поэтому в данном случае к ДТП не относятся У домашних животных есть владелец Который может нести материальную ответственность Если он не доглядел за своим питомцем И в результате чего произошло ДТП Либо наоборот Водитель нарушил правила дорожного движения И причинил вред животному В этом случае хозяин домашнего любимца Вправе требовать возмещения То же касается и диких животных В данном случае хозяином выступает государство И, соответственно, за каждое животное Есть определенные штрафы Которые обязан водитель возместить государству В случае, если он сбил дикое животное Сумма предъявленного штрафа горе-водителю Зависит от численности популяции дикого животного Скажем, за малочисленного снежного барана Необходимо будет заплатить государству 100 тысяч рублей А за суслика или белку 100 рублей Пожалуй, проще всего понять и зафиксировать ДТП Когда в нем участвует гужевой транспорт Им, как правило, управляет человек Который считается водителем И, следовательно, здесь действует Глава 12 правил дорожного движения В любом случае, когда происходит ДТП С участием животных Не надо уезжать с места происшествия А правильнее всего будет вызвать соответствующие органы И зафиксировать аварию протоколом По ОСАГО, значит, в данном случае Животные не относятся к транспортным средствам Поэтому по полюсу ОСАГО Ничего, как говорится, получить нельзя Невозможно будет только судебное, как говорится Либо добровольное возмещение ущерба со стороны виновного лица По КАСКО, если предусмотрен страховой случай Такой, как наезд на животного и так далее Да, по КАСКО тогда возможно Получение страховой премии Страховой выплаты по страховому полюсу Основная масса грузов в Республику Саха Доставляется автомобильным транспортом В основном это большегрузные транспортные средства С которыми случаются дорожно-транспортные происшествия Об этих нюансах нам расскажет Алексей Евгеньевич Кривошеев Начальник отделения технического надзора Отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД по Республике Саха-Якути Подполковник полиции Алексей Евгеньевич, здравствуйте Добрый день Каково состояние аварийности по вине водителей Большегрузных транспортных средств? Да, принятыми мерами по итогам 6 месяцев Нам удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий По вине водителей грузовых автомобилей на 16% Это наряду с ростом основных показателей аварийности У нас в этом году очень тяжело со состоянием аварийности Это мы с 25 ДТП сократили до 21 Количество раненых людей на 26% С 35 до 26 Вместе с тем у нас зарегистрирован рост количества погибших на 100% К сожалению, 6 человек погибло при таких авариях Каковы причины ДТП с участием большегрузных автомобилей? Причины ДТП, как всегда, это нарушение правил дорожного движения И установленных правил, помимо правил дорожного движения Еще есть правила, которые предусмотрены иными нормативно-правовыми актами Действующие в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Если мы говорим конкретно Нас особо беспокоит тяжесть последствий Это, конечно же, вне населенных пунктов Где автомобили движутся у нас на большом протяжении Тут, как правило, у нас нарушение скоростного режима Нарушение дистанции Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части Виды ДТП у нас тут, это, конечно, съезд с дороги Опрокидывание Наезд на препятствие Или наезд в настоящее транспортное средство Сопутствующими причинами в этих ДТП Часто выявляются Такие, как нарушение режима труда и отдыха водителя Управление в нетрезвом состоянии Есть также единичные факты Если мы говорим о дороже транспортных происшествиях В населенных пунктах, крупных городах Поселках нашей республики То у нас тут идет, конечно же, нарушение правил проезда перекрестков Проезда пешеходных переходов Вот пример Последнее дороже транспортное происшествие В начале июля, где у нас, к сожалению, погиб ребенок Водитель при повороте должен предоставить Все-таки преимущество движения пешеходу Вести свое транспортное средство с безопасной скоростью Которое позволило бы ему остановить большегрузную автомашину Но, тем не менее, сейчас по этому факту Уже у нас есть ДТП с погибшим ребенком И разбирается уже следствие Ну, такие еще виды ДТП Как причины Это в ненаселенных пунктах я вернусь Это выезд на полустречное движение Самая распространенная у нас И она нам приносит наибольшую тяжесть последствий Тут, как водители грузовых автомобилей Иногда совершают такие ДТП Ну, и в основном, конечно же, водители легкового транспорта Ну, это вот у нас по дороже транспортным происшествиям Какие изменения в законодательстве вступили в силу в этом году В отношении лиц, осуществляющих перевозку больших грузов автомобильным транспортом? Да, у нас есть ряд изменений в законодательстве Постановление правительства 626 от 9 апреля этого года У нас продлен на 3 года срок действия национальных водительских удостоверений Сроки действия которых истекают или истекли в период с 1 января этого года По 31 декабря 2023 года Это для всех водителей Независимо от того, управляет он легковым транспортным средством Мотоциклом или грузовым автомобилем массой свыше 3,5 тонн Также непосредственно для лиц, которые осуществляют перевозку опасных грузов У нас есть изменения Продлено на 12 месяцев действия диагностической карты Содержащие заключение в соответствии с транспортным средством Обязательным требованиям безопасности транспортного средства И оформленных в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним Предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов И зарегистрированных в районах Крайнего Севера Срок действия диагностической карты Если у нас истекает в период с 12 апреля текущего года По 31 декабря этого же года, 22 года То она автоматически продлевается Так же, как и водические удостоверения у нас Продление срока действия этих документов Не требует внесения каких-то дополнительных изменений Не нужно обращаться в госавтоинспекцию Это все наши сотрудники знают И при проверке это все устанавливают Вот такие изменения Алексей Евгеньевич, что можно посоветовать водителям Большегрузных транспортных средств, которым предстоит осмотр технический? Очень хороший вопрос Спасибо за вопрос У нас с 170-м федеральным законом Есть обязанности водителей Проводить технический осмотр своих транспортных средств Определенных категорий водителей Это статья 15 Конкретно периоды Озвучивает Прописаны там периоды И те транспортные средства Кому необходимо пройти технический осмотр Напомню, что технический осмотр Это проходят грузовые автомобили Массой свыше 3,5 тонн Один раз в год Сначала на них остановимся Я уже выше сказал, что у нас Есть только вот это исключение Для специализированных транспортных средств Перевозящих опасные грузы Ну еще ряд исключений В приказе Минтранса есть Но тем не менее Технический осмотр должны проходить У водителей большегрузного транспорта Раз в год, я уже повторяюсь У нас есть проблемы Водители и грузового транспорта И автобусов, и легковых автомобилей Пользуются услугами мошенников И покупают дистанционно-диагностические карты поддельные Вот это хотелось бы донести До наших участников дорожного движения Ни в коем случае Не покупайте диагностическую карту через интернет Она заведомо будет уже поддельным документом Это однозначно За это предусмотрена уголовная ответственность Предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса Использование поддельных документов И при проверке это все будет, конечно же, выявлено И у вас будут проблемы с законодательством Также еще некоторые из мошенников Предлагают такую услугу, как Продажу вам дистанционной карты Диагностической карты Которая будет значиться В единой автоматизированной системе технического осмотра Да, действительно, не все операторы добросовестно работают По ним проводятся расследования Административные материалы в отношении них составляются Но, тем не менее, у нас есть факты Когда водители по своему незнанию законодательства Обращаются к таким недобросовестным операторам Их, скажем так, лицам, которые распространяют Вот эти диагностические карты И покупают такие диагностические карты Которые, да, действительно значатся В единой автоматизированной системе технического осмотра Посредством фотошопа и так далее Но, тем не менее, мы такие факты, если выявляем То сразу же возбуждаем административные дела И, соответственно, дела доводятся до конца Такие операторы штрафуются Штрафная санкция до 200 тысяч транспорт До 200 тысяч рублей И, соответственно, карта такая диагностическая Будет аннулирована И если вы с помощью этой диагностической карты Например, поставили на учет свое транспортное средство Соответственно, и учет вашего транспортного средства Будет прекращен Так как оно получено незаконным способом Вот хотелось бы это отметить Алексей Евгеньевич, благодарим вас за то, что вы стали Гостем нашей передачи И поделись столь важной информацией Ну, а мы двигаемся дальше Аварии при маневрировании В том числе при перестроении Набирают свой счетимый процент В общей статистике ДТП за год При этом виновник в случае с перестроением Всегда определяется легко Поэтому нужно помнить об этом Собираясь менять полосу Давайте выясним, кто виноват в случае ДТП При перестроении и как этого избежать Порядок действий водителей при перестроении Закреплен в пункте 8.4 Правил дорожного движения Который гласит, что при одиночном перестроении В левую или в правую сторону Водитель обязан пропускать транспортные средства Которые двигаются в попутном направлении Без изменения направления движения А при одновременном перестроении Транспортных средств Движившихся в попутном направлении Водитель должен уступить дорогу Транспортному средству, который движется С правой стороны Полицейский спортсмен в госавтоинспекции – это не редкость Ведь работа инспектора патрульной службы зачастую подразумевает бессонные ночи и напряженный график И хорошая физическая подготовка – огромное подспорье в службе полицейских Вот и ГИБДД, МВД по Якутии не стало исключением Там проходят службу мастера спорта, кандидаты в мастера Сегодня нам посчастливилось познакомиться с одним из них Александр Захаров, мастер спорта России по вольной борьбе, уверяет, что спор в службе не помеха В настоящее время я принимаю героргический экзамен, то есть теорию А так у меня чуть-чуть обширная должность Можем производить регистрацию транспортных средств, принимать экзамен практический То есть практическую часть – это вождение Вождение в городе Да, а также осуществляем замену и выдачу водительских удостоверений То есть те, которые сейчас, например, учатся в автошколе, они должны запомнить ваше лицо, да? Ну да Вы вообще строгий преподаватель, приемщик у экзаменов? Ну как сказать, строгий? Не такой уж строгий, но как бы нормально отношусь ко всем курсантам Лейтенанту полиции волнение, которое испытывают курсанты на экзаменах, очень знакомо Ведь примерно те же чувства он ощущал совсем недавно на борцовских матах И в копилку сборной России по вольной борьбе Александр принес не так уж и мало золотых медалей В 2018, по-моему, да, мы выезжали на Европейские игры среди полиции и пожарных Там тоже успешно выступили Там, в общем, российская команда хорошо выступила Не только по борьбе, а по боксу и так далее Тогда, в 2018 году в Испании сотрудники МВД нашей республики в составе сборной России Всего выиграли для страны 10 золотых медалей по вольной борьбе Наш сегодняшний герой был среди них А вообще медальная история для Александра началась в далеком в 2008-м Когда он впервые одержал победу на международных играх «Дети Азии» Спорт все равно, я спорту очень благодарен В первую очередь, то, что там у меня друзья Ну, верные, хорошие друзья Ну, во-вторых, закаляется характер, цель и устремленность Что очень немаловажно в жизни, так скажем Сегодня Александр все больше отдает себя работе Но не забывает и про спорт Ведь, как говорится, в здоровом теле здоровый дух И сегодня тренировки, пусть и не такие интенсивные, как в недавнем спортивном прошлом Это прекрасная возможность разгрузки После тяжелого трудового дня Они прибавляют силы и уверенность С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной, любимой многими рубрике В которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения По традиции, наш экспресс-с состоит из 10 вопросов А свои знания проверит журналист Альберт Капрынов Альберт, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, поделитесь, какой у вас водительский стаж? В этом году 16-й год Отлично! Сейчас мы будем оценивать то, насколько актуальны ваши знания Первый вопрос Вам можно выполнить поворот налево Первый вариант только по траектории А Второй вариант только по траектории Б Третий вариант по любой траектории из указанных Ну, тут висит знак, показывающий, как можно двигаться Поэтому можно по любой из траекторий Хорошо, ваш ответ вариант номер 3 Вариант номер 3 Отлично! Следующий вопрос Какие из указанных знаков запрещают дальнейшие движения без остановки? Первый вариант В и Г Второй вариант Б и В Третий вариант А и Г Четвертый вариант ПС Так, тут исключаем ДПС и стоп Остаются Б и В Ну, это однозначно Отлично! Значит, ваш вариант ответ номер 2 Два! Хорошо! Следующий вопрос Вы намеривались проехать перекресток в прямом направлении Как следует поступить, если вы не успели заранее перестроиться на левую полосу? Первый вариант Повернуть направо Второй Остановиться перед стоп-линией и дождаться зеленого сигнала светофора Третий Выехать за стоп-линию Перестроиться на левую полосу И остановиться перед пересекаемой проезжей части Ну, за стоп-линию никак Тут тоже знак указывает, что нужно повернуть направо То есть, ответ 1 Первый Ваш вариант Ответ номер 1 Повернуть направо Хорошо? Следующий вопрос Какой знак используется для обозначения транспортного средства При вынужденной остановке в местах И с учетом условий видимости Оно не может быть своевременно замечено другими водителями? Первый вариант В Второй вариант Б Третий вариант А Тут аварийка Вариант А А, нет, третий вариант Ага Ответ номер 3 Вариант А Хорошо Следующий вопрос Разрешается ли вам выполнить разворот заездом во двор задним ходом? Первое Разрешается, если при этом не будут созданы Помехи другим участникам движения Второе Разрешается И третье Запрещается Обычная дворовая территория, да? Или что это? Это двор Да Ну, тогда разрешается, если при этом не создается угроза другим участникам Хорошо Ваш ответ Вариант номер 1 Отлично Едем дальше Вопрос Укажите расстояние, под которым в правилах понимается дистанция Первый вариант Только В Второй вариант Только А Третий вариант Только Б Четвертый А и В А и В Это интервал Если, конечно, не ошибаюсь И Тогда получается Ответ Ответ Хорошо Ваш вариант Ответ номер 3 Только Б При повороте направо вам следует Первое Уступить дорогу легковому автомобилю Второе Проехать перекресток первым Ну, тут никаких знаков нету То есть в этом положении работает правило правой руки Поэтому я должен проехать первым Ваш вариант Ответ номер 2 Да Второе Следующий вопрос Кому вы обязаны уступить дорогу? Первое Легкому Первое Легковому автомобилю и автобусу Второе Автобусу и мотоциклу Третье Всем транспортным средством Тут автобус и мотоцикл едут по главной дороге Поэтому я должен сперва их пропустить Потом после этого работает тоже правило правой руки Поэтому я должен проехать перекресток последним Хорошо Ваш То есть уступить всем транспортным средствам Ваш вариант номер 3 Противотуманные фары и задние противотуманные фонари Могут быть включены одновременно Первый вариант Только в тумане Второй вариант В условиях недостаточной видимости Третий вариант В условиях ограниченной видимости Трудно сказать Давайте сделаем ограниченной видимости Так как Хорошо Ваш ответ Вариант номер 3 В условиях ограниченной видимости И последний вопрос Как правильно произвести экстренное торможение Если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой Первое Путем использования стояночной тормозной системы Второе Путем нажатия на педаль тормоза до упора И удерживания ее до полной остановки И третье Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза Так Ну если у меня АБС работает Я должен до упора нажать То есть вариант ответа 2 Хорошо Не ручником, не прерывистым А именно до упора Хорошо Ваш ответ Вариант номер 2 Ответы Альберта проверит преподаватель автошколы фаворит Наталья Ленских Здравствуйте, Альберт Здравствуйте На 10 вопросов ответили И первый вопрос был Вам можно выполнить поворот налево, да, в абсолютно право Можно выполнить по любой траектории Знак направления движения по полосам разрешает повернуть с двух полос Здесь вы тоже дали правильный ответ Круглые красные знаки Это запрещающие знаки Соответственно они запрещают вам дальнейшее движение без остановки Тоже был дан абсолютно верный ответ То есть повернуть направо Так как знак направления движения по полосам А с правой полосы разрешает движение нам только направо Это тоже абсолютно верный ответ Знак А Разрешается ли вам выполнить разворот с заездом во двор задним ходом? Замечательно рассуждаете Действительно вы правы Движение задним ходом запрещено на автомагистралях, на перекрестках Вот на дворовых территориях движение задним ходом не запрещается Но соответственно оно возможно только при условии Что это будет безопасно, не создаст помех другим участникам движения Правильный ответ Здесь вы тоже абсолютно правы Правы, что А и В это у нас боковой интервал Боковой интервал до попутно движущегося автомобиля И боковой интервал до встречного автомобиля А Б это действительно дистанция При повороте направо вам следует Здесь вы абсолютно верно также рассуждаете То есть осмотреть на помеху справа Вы должны проехать перекресток первым Кому вы обязаны уступить дорогу И также абсолютно верно рассуждаете Мотоцикл и автобус находятся на главной дороге Автомобиль для вас помеха справа Вы проедете последний Здесь вы запутались с понятием ограниченная видимость и недостаточная видимость Да, все-таки правильный ответ Это в условиях недостаточной видимости То есть 300 метров Да, недостаточная видимость это как раз 300 метров В условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобное А вот ограниченная видимость Это может быть, например, ограничено чем-то Каким-то объектом, либо геометрическими параметрами дороги То есть может быть поворотом, подъемом, спуском Либо, скажем, большой автомобиль КАМАЗ стоит Он ограничивает А в данном случае это был неправильный ответ Буду знать И здесь вы тоже дали верный ответ Если есть система АБС То нажимаем педаль до упора И удерживаем до полной остановки В заключение, конечно, хочу сказать Что за 16 лет стажа у вас замечательные знания ПДД Продолжайте так же Спасибо Вот и подошла к концу нашей передачи Дорогие зрители Будьте бдительны Соблюдайте правила дорожного движения И берегите себя До скорых встреч Дорогие зрители